Виктор Драгунский. Рыцари. Когда репетиция хора мальчиков окончилась, учитель пения Борис Сергеевич сказал Ну-ка, расскажите, кто из вас что подарил маме на 8 марта? Ну-ка ты, Денис, докладывай. Я маме на 8 марта подарил подушечку для иголок, красивую, на лягушку похожа. Три дня шил, все пальцы исколол. Я две такие шил, а Мишка добавил Мы все по две шили, одну маме, а другую Раисе Ивановне. Это почему же все? Спросил Борис Сергеевич. Вы что, так сговорились, чтобы всем шить одно и то же? Да нет, сказал Валерка. Это у нас в кружке умелые руки, мы подушечки проходим. Сперва проходили чертиков, а теперь подушечки. Каких еще чертиков? Удивился Борис Сергеевич. Я сказал, пластилиновых. Наши руководители Володя и Толя из 8 класса полгода с нами чертиков проходили. Как придут, так сейчас. Лепите чертиков, но мы лепим, а они в шахматы играют. С ума сойти, сказал Борис Сергеевич. Подушечки. Придется разобраться. Стойте. И он вдруг весело рассмеялся. А сколько у вас мальчишек в первом В? Пятнадцать, сказал Мишка, а девочек двадцать пять. Тут Борис Сергеевич прямо покатился со смеху. А я сказал, у нас в стране вообще женского населения больше, чем мужского. Но Борис Сергеевич отмахнулся от меня. И я не про то. Просто интересно посмотреть, как Раиса Ивановна получает пятнадцать подушечек в подарок. Ну ладно, слушайте. Кто из вас собирается поздравить своих мам с первого мая? Тут пришла наша очередь смеяться. Я сказал, вы, Борис Сергеевич, наверное, шутите. Не хватало еще и на май поздравлять. А вот и неправильно. Именно что необходимо поздравить с маем своих мам. А это некрасиво, только раз в году поздравлять. А если каждый праздник поздравлять, это будет по-рыцарски. Ну, кто знает, что такое рыцарь. Я сказал, он на лошади и в железном костюме. Борис Сергеевич кивнул. Да, так было давно. И вы, когда подрастете, прочтете много книжек про рыцарей. Но и сейчас, если про кого говорят, что он рыцарь, то это значит, имеется в виду благородный, самоотверженный и великодушный человек. Я думаю, что каждый пионер должен обязательно быть рыцарем. Поднимите руки. Кто здесь рыцарь? Мы все подняли руки. Я так и знал, сказал Борис Сергеевич. Идите, рыцари. Мы пошли по домам. А по дороге Мишка сказал. Ладно уж, я маме конфет куплю, у меня деньги есть. И вот я пришел домой, а дома никого нету. И меня даже досада взяла. Вот в кои-то веки захотел быть рыцарем, так денег нет. А тут, как назло, прибежал Мишка. В руках нарядная коробочка с надписью «Первое мая». Мишка говорит. Готово, теперь я рыцарь за двадцать две копейки. А ты что сидишь? Мишка, ты рыцарь, сказал я. Рыцарь, говорит Мишка. Тогда дай взаймы. Мишка огорчился. Я все истратил до копейки. Что же делать? Поискать, говорит Мишка. Ведь двадцать копеек. Маленькая монетка. Может, куда завалилась хоть одна. Давай поищем. И мы всю комнату облазили. И за диваном, и под шкафом. И я все туфли мамины перетряхнул. И даже в пудре у нее пальцем поковырял. Нету нигде. Вдруг Мишка раскрыл буфет. Стой! А это что такое? Где, говорю я? Ах, это бутылки. Ты что, не видишь? Здесь два вина. В одной бутылке черные, а в другой желтые. Это для гостей. К нам завтра гости придут. Мишка говорит. Эх, пришли бы ваши гости вчера. И были бы у тебя деньги. Это как? А бутылки, говорит Мишка. Да за пустые бутылки деньги дают. На углу. Называется прием стеклотары. Что ж ты раньше молчал. Сейчас мы это дело уладим. Давай банку из-под компота. Вон на окне стоит. Мишка протянул мне банку. А я открыл бутылку и вылил черновато-красное вино в банку. Правильно, сказал Мишка. Что ему сделается? Ну, конечно, сказал я. А куда вторую? Да сюда же, говорит Мишка. Не все равно. И то вино, и то вино. Ну да, сказал я. Если бы одно было вино, а другое керосин, тогда нельзя. А так, пожалуйста, еще лучше. Держи банку. И мы вылили туда и вторую бутылку. Я сказал. Ставь ее на окно. Так. Прикрой блюдечком. А теперь бежим. И мы припустились. За эти две бутылки нам дали 24 копейки. И я купил маме конфет. Мне еще две копейки с дачи дали. Я пришел домой веселый, потому что я стал рыцарем. И как только мама с папой пришли, я сказал. Мам, я теперь рыцарь. Нас Борис Сергеевич научил. Мама сказала. Ну-ка, расскажи. Я рассказала, что завтра я маме сделаю сюрприз. Мама сказала. А где же ты денег достал? Я, мам, пустую посуду сдал. Вот две копейки с дачи. Тут папа сказал. Молодец. Давай-ка мне две копейки на автомат. Мы сели обедать. Потом папа откинулся на спинку стула и улыбнулся. Компотику бы. Извини, я сегодня не успела, сказала мама. Но папа подмигнул мне. А это что? Я давно уже заметил. И он подошел к окну, снял блюдечко и хлебнул прямо из банки. Но тут что было? Бедный папа кашлял так, как будто он выпил стакан гвоздей. Он закричал не своим голосом. Что это такое? Что это за отрава? Я сказал. Папа, не пугайся, это не отрава. Это два твоих вина. Тут папа немножко пошатнулся и побледнел. Какие два вина? Закричал он громче прежнего. Черное и желтое, сказал я, что стояли в буфете. Ты, главное, не пугайся. Папа побежал к буфету и распахнул дверцу. Потом он заморгал глазами и стал растирать себе грудь. Он смотрел на меня с таким удивлением, будто я был не обыкновенный мальчик, а какой-нибудь синенький или вкрапинку. Я сказал. Ты что, папа, удивляешься? Я вылил твои два вина в банку, а то где бы я взял пустую посуду? Сам подумай. Мама вскрикнула. Ой. И упал он на диван. Она стала смеяться. Да так сильно, что я думал, ей станет плохо. Я ничего не мог понять, а папа закричал. Хохочете? Что ж, хохочите. А между прочим, этот ваш рыцарь сведет меня с ума. Ну, лучше я его раньше выдеру, чтобы он забыл раз и навсегда свой рыцарский манер. И папа стал делать вид, что он ищет ремень. Где он? Кричал папа. Подайте мне сюда этого айвенга. Куда он провалился? А я был за шкафом. Я уже давно был там, на всякий случай. А то папа что-то сильно волновался. Он кричал. Слыханное ли дело выливать в банку коллекционный черный мускат урожая 1954 года и разбавлять его жигулевским пивом? А мама изнемогала от смеха. Она еле-еле проговорила. Ведь это он из лучших побуждений. И ведь он же рыцарь. И я умру от смеха. И она продолжала смеяться. А папа еще немного пометался по комнате. И потом из того не всего подошел к маме. Он сказал, как я люблю твой смех. И наклонился и поцеловал маму. И я тогда спокойно вылез из-за шкафа. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин